Солнце, если оно в окне, солнце свое, маленькое, сыночка и всех близких. Следующий вопрос. Хотелось бы спеть на открытии Евро-2012? Ну да, почему бы и нет, конечно. Последний курьез, превращавший с тобой, с обслуживающим персоналом гостиницы, самолет, магазин и так далее. Курьез. Курьез. Ну, как-то вот, когда летаем, либо ездим куда-то, особенно таких курьезов не бывает. Кроме того, что иногда можно прийти в вагон и увидеть совершенно другие, на своих местах уже разложившихся людей, которые уже там приблизительно готовятся ко сну, но хотя это редко бывает. Как у вас есть такая ситуация? Ну, мы либо просто переходим в другое купе, либо, ну, так стараемся на самом деле не себе дискомфортно делать, ни другим. Тебя часто мучает в сумме, что ты опаздываешь на поезд, самолет или другой вид транспорта? Да, я всегда везде опаздываю. И я неоднократно опоздала на самолет и на поезд, и даже было такое, что я пришлось на стоп-кран. Какая песня в твоем концертной программе дается тебе сложнее всего и почему? Сложнее всего? Спасибо большое за удачу в туре. Ну, наверное, сейчас как-то будет... Нет такого, что что-то сложнее дается. Что-то более вокальное, что-то менее вокальное. Но так или иначе, каждая песня, она для меня полноценна и по отдаче, по посылу. И нет того, что вот сейчас я буду сложной песней, я к ней готовлюсь весь концерт. Ну, я думаю, что все песни, которые драматические, которые достаточно медленные, они все более сложные по исполнению, чем какие-то быстрые, игривые. И это связано, наверное, с тем, с подачей как актрисы, да, больше эмоций, больше переживаний, волнений. И самое, наверное, сложное, это донести именно ту правильную нить, смысловую нагрузку, которую ты несешь изначально. То есть, как бы, пронести правильную информацию. Крым интересуется. Расскажите о предстоящем туре, когда он состоится и по каким городам пройдет. Тур начинается с 20 сентября. Будет 40... сколько, 2? 43? 44 города. Очень много, на самом деле. Я сама называю эту цифру и не верю, что такое может быть. Вот. Очень необычный этот тур. Наверное, ну, во-первых, он приурочен к выходу нового альбома, в котором я сама для себя необычна, и для зрителя, и для слушателя буду совершенно немножко другой. И это... Это смешение стилей хип-хоп, рэмби, буду читать немножко рэп. И, конечно же, изюминкой этого альбома являются вокальные украинские песни, которые... они очень голосовые, они очень трогательные, очень глубокие. И все знают, что я, в принципе, не славлюсь украинскими песнями, да. У меня есть одна, которую я написала сама, а, наверное, просто я ждала тех небанальных, тех непопустяком слезливых песен. И вот я их ждалась. Альбом очень яркий, и вся программа, которую я везу в тур, она разноплановая. Я и танцую, и падаю на колени, и пою лежа на полу, и... Пляшу в зале вместе со зрителями. Ну, в общем, очень необычно, разнопланово, игриво и драматично. То есть очень резкие перепады, переходы. Мне очень нравится. Здравствуйте, Тина. Большой тур, всегда большая нагрузка для артиста. Как Вы собираетесь выдерживать такой напряженный график? Будете принимать витамины и прочее? Будет ли у Вас специальная диета? Ну, конечно же, диета обязательно. И самое главное, это не засиживать после концерта по вечерам в кафе, в барах и ресторанах. Это сон, и это не так уж просто. И действительно, к этому туру физическая подготовка нужна хорошая. И я готовилась к нему, и выносливость не только нужна физическая, но еще и выносливость вокальная. И есть масса упражнений на дыхание, которые помогают мне быть более выносливой. И действительно, концерты каждый день. Ну, я как бы готова к этому. А 44 года Вы сказали, а за какой период это будет время? Это приблизительно полтора месяца. То есть получается... Практически каждый день, да. Вопрос. Какой Ты видишься на сцене лет через 10? Какая у тебя мечта, чего хочется не только в карьере? Заранее спасибо, до встречи в Харьке. Какие еще какие-то? Мечта. Какая у меня мечта, да? Да. Творческая, да? Ну, я хочу, наверное, помолчать о своих каких-то желаниях. И просто сказать, что я бы очень хотела, чтобы действительно этот тур был оценен зрителем. И действительно, все-таки я смогла в такое непростое время насытить зрителя позитивом, добротой, нежностью, творчеством, талантом. И хочу всех вдохновить. Привет, Тиночка. Скажи про свой новый клип. Каким он будет? И когда ждать новый год? Клип, мой новый клип, он будет буквально на этой неделе. Премьера в четверг. Песня называется «На дождь». Это украинская песня. Очень голосовая, очень глубокая, очень трепетная. И необычайно по своей мелодике написал ее Андрей Педлужный из группы Ничлава. Солист группы Ничлава. Клип, вы знаете, он для меня, наверное, мистический несколько и магический. Весь эффект... Я там скачаюсь на качели и не произношу ни слова во время клипа. То есть все время... То есть как бы нет синхронов. И мы взяли камеру, называется она «Фантом», которая снимает тысячу кадров в секунду. Это очень редкая камера, ее там буквально две в СНГ. И за счет этой камеры мы сможем более глубоко передать эту атмосферу магии. И сам рапид, да, и движение волос, и медленное движение ресниц и тела, они просто завораживают. И отрываться от телевизора нереально совершенно. Идея клипа вашего? Идея клипа моя, плюс режиссера Сергея Солодкова. То есть я всегда на самом деле в своих клипах принимаю участие как режиссер. И как человек, который, в принципе, ну, как общая концепция и так дальше. То есть я всегда прихожу с идеями. Но режиссер этого клипа, все равно я бы хотела обозначить, что это Сергей Солодков. Тиночку, мазийскую или хобби, корня пени? Пени, наверное, для вас уже можно хобби. Ну, это да, это не хобби, это смысл моей жизни. Какое-то еще хобби. Ну, ну...